Снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. Главной темой данного моего видео будет международная ситуация, вызванная, проводимая Азербайджаном, операцией по освобождению родных земель, в частности Карабаха. Также в конце видео я хочу поговорить о некоторых аспектах, которые связаны с предыдущим моим видео. Ролик назывался, как вы наверное помните, ситуация в Армении и Карабахе. Да, были некоторые аспекты, которые вызвали недопонимание. Некоторых из моих зрителей. Ну что ж, давайте для начала приступим к главной теме. Тем более, о международной ситуации я также в конце предыдущего видео тоже затронул. Когда ознакомливал вас со статьей, в которой говорилось об обращении так называемого в кавычках президента, так называемой в кавычках республики Карабах. Араика Арутюняна, к международному сообществу о признании независимости так называемой республики Карабах. Ну, так как же на все, что происходит, и в частности на заявление данного Араика Арутюняна, ответило международное сообщество. Мы не будем говорить о всем мире, мы будем говорить об основных игроках в нашем регионе. Исключая Россию, потому что о России будет отдельное видео. Ну что ж, давайте приступим. Нет, мы не будем говорить о Турции, потому что мнение Турции однозначно поставлено на поддержку Азербайджана. Так как мы всегда поддерживали друг друга. Мы с вами поговорим о других странах мира. В частности, начнем с вами с такой страны, как Иран. Да, Иран призвал Армению вернуть на горный Карабах Азербайджану. Заявление четкое и крайне, я бы сказал бы, даже в хорошем смысле, агрессивное. В отношении противников Азербайджана под названием Армения. Все бы хорошо, тем более учитывая, что Иран дважды выступил в отношении поддержки Азербайджана. Азербайджана, заявив в частности, что Тегеран вместе с Азербайджаном. Но знаете, что меня настораживает? И очень сильно настораживает. Это то, что еще недавно на просторах интернета всплывало немало информации в отношении переброски в Армению и в Карабах оружия именно через территорию Ирана. Интересно, не так ли? И вдруг такая метаморфоза, громаднейшее изменение происходит в Иране. С чем же это вызвано? При этом, давайте с вами акцентируем свое внимание на моменте, что и Израиль поддержал Азербайджан. Но из Израиля тут же после этого вызвали только что, в общем-то, назначенного посла. А из Ирана нет. Хотя обе эти страны выступили на стороне Азербайджана. В поддержку целостности Азербайджана. Почему же тогда из Израиля вытаскивают дипломата, а из Ирана нет? Знаете, тем более учитывая то, о чем я говорил до этого. О поставках оружия. Я был бы крайне насторожен в отношении столь дружественных высказываний со стороны Ирана. Давайте вспомним также обращение Араика Рутюняна к народам Азербайджана. К талышам, лесгинам и так далее. Словно бы мы не один народ. В азербайджанцах, я всегда говорил и буду говорить, у нас, у азербайджанцев, есть в каждом из нас два народа. Один по крови, другой по духу. По духу мы азербайджанцы, все, вне зависимости даже от вероисповедания. А по крови мы лесгины, аварцы, талыши. Но мы один народ. У нас одна земля. Не так ли? И когда, кстати, армянские боевики вырезали мусульман, они не отделяли талыши, лесгин и так далее. Они убивали нас всех. Не так ли? Ну, это так. Об этой теме я хотел поговорить в конце данного видеоролика, но не мог пройти мимо, поэтому решил заговорить об этом аспекте, который некоторые недопонимали в моем предыдущем ролике именно сейчас. Но давайте вернемся все-таки к международной ситуации. Иран и Израиль поддержали целостность Азербайджана. Отношения Армении в отношении данных выступлений этих двух стран абсолютно различны. В одном случае, как я уже сказал, вызывают посла на ковер в Ереван, во втором случае не производят никаких действий. Крайний странный момент, поэтому я еще раз подчеркну свое мнение. В отношении Ирана надо быть крайне настороженным. Несмотря на целостность наших народов, на единство наших народов, совершать провокации армянская сторона будет. Я очень боюсь, что они будут делать это, используя Иран. Поэтому они закрывают глаза на заявление Ирана в отношении его поддержки целостности Азербайджана. Не играли это. Вот здесь надо задуматься. Если я ошибаюсь, пожалуйста, вы можете меня, как я уже привык говорить, поправить. Ну а мы с вами переходим к следующей стране. Это Украина. Украина поддержала Азербайджан. Азербайджан в основном поддерживают те страны, которые сами встречались с таким понятием, как сепаратизм. Кстати, в общем-то и Россия устами Путина, хоть и косвенно, но поддержала целостность Азербайджана. Не так ли? Все вы знаете это выступление Путина, где он, в общем-то, сказал, что появление миротворцев на территории Карабаха может быть, во-первых, с разрешения обеих сторон. Во-вторых, армия России не будет воевать в Карабахе, так как, а также ОДКБ, так как Карабах не является частью Армении. То есть война, то есть выходит, раз Карабах не является частью Армении, то он является частью Азербайджана. И это признал Путин. Владимир Владимирович. Кстати, почему-то в связи с этим из России тоже не был вызван посол. А почему? Вопрос интересный. Так же, как и из Киева. А вызвали именно с Израиля. Задумайтесь над этим вопросом. Видимо, в Украине тоже будут происходить некие крайне неприятные провокации в отношении нашего народа. Я очень боюсь, что провокации будут в частности осуществляться через армянского представителя Авакова. Почему не использовать данный козырь? Опять-таки, если вы с чем-то не согласны, можете меня поправить. Переходим к следующей стране. Это Грузия. Тбилиси запретил перевозки грузов военного назначения в Армению и Азербайджан. С одной стороны, вроде бы мы, азербайджанцы, должны обрадоваться и сказать, как хорошо, что Грузия запретила наконец-то перевозки своей военной техники на территорию Армении. Но знаете, что мне не нравится? Сама аббревиатура данного высказывания. Поставки в Армению и Азербайджан словно бы агрессора приравнивают к человеку, который пострадал от агрессии. Вот здесь, на мой взгляд, просто ужасное, неправильное выстраивание данного указа. А ведь мы тоже, выходит, могли бы приравнять, ну, допустим, Северную и Южную Осетию. С Грузией. То есть, две Осети с Грузией. Почему нет? В момент какой-либо переброски грузов. Но мы этого не сделаем. Поэтому здесь очень тонко надо относиться к тем законам, которые пишутся. Потому что это все может вызвать крайне негативное воздействие. Почему я об этом заговорил сам? Потому что я очень не хочу, чтобы об этом когда-нибудь заговорило армянство. И использовало данное высказывание. Мы же продолжаем. Продолжаем разговор именно в данном случае о Грузии. Грузия, в частности, президент Грузии, который в Азербайджане относится крайне сомнительно, имеется в виду Соломеза Рубешвили, решила заговорить о Грузии как о миротворце, в отношении налаживания-урегулирования конфликта, который сейчас имеет место быть в Закавказе. Хотя это не конфликт, это освобождение одной страной своих территорий у другой страны, которая является оккупантом. Поэтому говорить о конфликте это неправильно. Это деоккупация-война не с Арменией, а с оккупантами. Говоря о участии, вернее, даже не участии, а о том, что Грузия собирается участвовать в миротворческой миссии, назовем так, эту статью написал Станислав Тарасов. Такие личности, как Станислав Тарасов, когда пишут о некой стране, тем более о ее планах в отношении участия в неких событиях, и в дальнейшем, если он начинает описывать якобы от своего мнения ход дальнейших действий, на самом деле он четко имеет, видимо, у себя на столе данные о том, что эти планы, с этими планами согласны и Грузия. И вот какие планы, видимо, лежат сейчас на столе у мадам, в кавычках, Саламеза Рубашвили. Давайте прочтемте. Потом зайти с другого конца и предложить Азербайджану и Турции снять экономическую и коммуникационную блокаду с Армении, выделить финансовые финансирования. И в таком контексте постепенно переходить к решению проблемы статуса Нагорного Карабаха. Вас ничего не смущает? То есть, сторона, сторона пострадавшая, еще должна. Подождите. В отношении войны Советского Союза и Германии, кто кому был должен? Неужели Советский Союз Германии? Или наоборот? Здесь то же самое. Станислав Тарасов, видимо, уже полностью запутался в тех денежных потоках, которые ему периодически перебрасывают из Армении. Если он считает, что пострадавший должен платить тому, кто захватил его земли. У меня больше нечего по данному направлению сказать. Кроме того, что мне хотелось бы услышать мнение своих зрителей касательно данного так называемого плана Станислава Тарасова-Зурабишвили. Видимо, так это звучит. Мы же переходим к следующей статье. Осад заявил, что Дамаск может подтвердить присутствие боевиков из Сар в Карабахе. Ну, прежде всего, мне хочется задать один крайне важный вопрос. Осаду. О каких боевиках он говорит? Ведь из Сирии вначале прибыли армянские боевики на территорию Армении. Затем, через долгое время, появились слухи об имевших место прибытии части неких, назовем так, неких боевиков из отрядов туркоманов. Так, о каких именно боевиках идет речь? О сирийских армянах или туркоманов? Вопрос крайне интересный. Тем более, учитывая то, что на высказываниях, в общем-то, осада и базировалась доказательная база такой политической фигуры, как Макрона, президента Франции. Обратите внимание, на какой базе Макрон ставил свою доказательную базу. Оказывается, Осад точно не может сказать о прибытии боевиков. Потому что вот что он заявляет, давайте прочтемте. Мы определенно можем это подтвердить, но не потому, что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это. То есть, у них нет базы, на которой реально можно было бы понять, что действительно отряды были переброшены именно в Азербайджан. Но, тем не менее, после данных высказываний, почему-то Макрон говорит уже с уверенностью о переброске данных отрядов. Хотя, кто больше знает, президент Франции или президент самой Сирии о потенциальных перебросках? Так, президент Сирии и то говорит, что у нас нет доказательств. Так, как же можно тогда это утверждать? Интересно, не так ли? Раз мы заговорили уже о Макроне, о президенте Франции, то давайте продолжим данную тему. Знаете, меня всегда смучала политика Франции. Ведь французы неоднократно за всю свою историю отличались своим участием в многочисленных геноцидах. В частности, в геноциде в Алжире, о событиях, в которых написано в данной статье. И говорит о геноцидах, даже не геноциде над алжирцами, арабский правозащитник. Вы сможете ознакомиться с данной статьей. Правозащитника зовут Исмаил Халифуллах. Он пишет о том, что на народах, проживающих в Алжире, использовали даже ядерное оружие. Тем не менее, Франция, забывая обо всем этом, признает некий армянский геноцид и старается любой ценой принизить Турцию. Хотя участие самой Франции в многочисленных геноцидах, в общем-то, признают многочисленные историки. И никто даже не посмееет это отрицать. Потому что по сей момент в Алжире многие страдают от лучевых заболеваний, вызванных сброшенным некогда ядерным оружием. Интересно. И это несмотря на то, что Алжир одна из стран, которая боролась с фашизмом. Чем же она заплатила за свою антифашистскую политику? И после этого кто-то говорит, чтобы мы верили Макрону? Мы верили Франции? Не приходится. Очень трудно верить такой стране. Не так ли? Ну а мы с вами продолжаем. И опять-таки о Макроне. В данной статье говорится о высказывании известнейшего американского политолога Брайзе в отношении Макрона. Знаете, когда Макрон заявляет что-либо о Карабахе, ему для начала нужно было узнать о многочисленных документах, связанных в частности с ООН. Он должен был изучить историю нашего региона, начиная с начала прошлого века, как минимум, чтобы понять, что можно заявлять, а что будет являться откровенной ложью. Как можно говорить, что воюя в Карабахе, Азербайджан воюет с Арменией, нападает на Армению? С каких это пор Карабах является частью Армении? Ведь еще недавно многочисленные французские города отказывались от сотрудничества с городами, оккупированными Арменией. И вдруг Макрон говорит, что Азербайджан нападает на Армению на территории Карабаха. Ересь. Ересь и еще раз ересь. Ну а мы с вами переходим к последней статье. В ней речь пойдет о... в неочередном армянском фейке. Да, о фейке. О фейк-информации. Как вы помните, недавно армянские оппоненты говорили о том, что на стороне Азербайджана воюют маджахеды из Афганистана. И... а также представители военных структур Пакистана, военные специалисты. Но вот что заявляет Пакистан. Пакистан отреагировал на слухи о причастности к конфликту в Карабахе. Я даже не могу не зачитывать всю остальную статью. Слухи. Так кто же распространяет эти слухи и на каком уровне их распространяют? На уровне госструктуры Армении. То есть госструктуры Армении можно вполне привлечь за лжесвидетельство. За распространение лжи. Это может сделать Пакистан. То же самое, впрочем, недавно произошло в частности о высказываниях армянской стороны касательно участия чеченцев. Они даже выставляли некие фото и видеосвидетельства, которые, как оказалось, при этом разоблачил эту армянскую ложь российский же журналист. То есть, что все эти снимки снимались не где-нибудь, а не подалеку от Сочи. Интересно, что же там делали чеченцы? Фейк внеочередная армянская ложь. В связи с чем, под громадный вопрос, разумеется, в мировом сообществе должен стать участие туркоманов на стороне Азербайджана. Если ни маджахеды, ни чеченцы никаким образом не участвуют в операции для оккупации Карабаха и остальных азербайджанских земель. Как-то так, дорогие друзья. Я хочу напоследок вернуться к той теме, которая вызвала небольшой, скажем так, переполох в моем предыдущем видеоролике. Я еще раз хочу сказать, я никогда не говорил и не буду говорить что-либо отрицательного в сторону народов Азербайджана. Мы один народ. Азербайджанцы, талыши, лезгины, лаки, таты, русские, проживающие в Азербайджане. Я не буду перечислять все народы. Пускай остальные не обижаются, они для меня не менее дороги, чем те, которые я перечислил. Мы все один народ. Но это не значит, что армянская сторона не будет использовать грязных отщепенцев для попыток дестабилизировать ситуацию в Азербайджане. Поэтому не пытайтесь, те отдельные личности, кто старается перевернуть мои слова, не пытайтесь этого делать. Я изначально говорил, что мы все один народ. Даже те армяне, которые остались в Азербайджане. Мы один народ. Запомните это. И не пытайтесь как-либо искажать мои слова. Всем до свидания.